Дошкольный возраст считается лучшим для запоминания. В это время дети наиболее ярко воспринимают и усваивают окружающий опыт. Именно поэтому рассказывать о Великой Отечественной войне маленьким россиянам начинают с юных лет. Так, ребята Одинцовского детского сада номер 4 нередки гость нашего краеведческого музея. Все экспонаты им нравятся. Вы видели, с каким удовольствием ребята рассматривают, с восторгом, с чувством гордости за наш Одинцовский район, за наш город, за нашу родину, за нашу Россию. За наших дедов, которые положили свои головы, защищая мир на земле. После реконструкции Одинцовский краеведческий музей может предложить посетителям целый ряд необычных экспонатов. От комбинезонов космонавтов и образцов ископаемых животных до пусковой установки тополь и шлема погибшего в Беслане бойца спецназа. Сейчас мы пытаемся вокруг зенитки создать какой-то такой городок, который можно выстраивать из ящиков, из каких-то предметов быта, чтобы дети не просто пришли посмотреть, вот она зенитка, предположим, а могли почувствовать себя маленьким зенитчиком, который несет службу. Вот здесь у него патроны, здесь кто-то лежит, тут блокнот, куда он записывает данные, какие-то наблюдения. Дети пришли в музей не с пустыми руками. Не так давно воспитатель детского сада Валентина Михайловна обнаружила на своем дачном участке самую настоящую каску. Было волнительно, потому что это все-таки на нашей земле, даже в данном месте, было сражение. И может быть даже человек там и погиб военный, его-то похоронили, а каска-то осталась. Впечатления, конечно, были такие волнительные. Предполагается, что каска принадлежала бойцу Красной Армии. С фронтальной стороны зияет отверстие, возможны последствия попадания осколка или пули. Есть шанс, что вот эта находка сама по себе, она спровоцирует нахождение места, где лежит еще один наш неупокойный боец. И если совсем повезет, то при нем будет обнаружен медальон, будет его фамилия известна. Музеи и выставки, посвященные Великой Отечественной войне, открыты круглый год. С недавних пор посещать их стали все больше и больше человек.